Еще интересный момент про снижение цены. Многие продавцы всегда думают, что цены надо снижать, и тогда следующий покупатель точно этот товар купит. Но в самом деле, реалии таковы, что следующий покупатель, скорее всего, не будет покупать, потому что он будет видеть, что вы снижаете товар, что вы сами не знаете, что вы делаете, и возникнет такое, что я здесь трачу свое время. Поэтому человек может уйти. Ну, халявщики они и так не покупают. Поэтому, если вы будете, например, повышать цену, и получается у клиента будет расти желание товар купить, что он дороже, я не успел, сейчас он чуть-чуть поднялся, то есть у него будет возникать такой рост желания и рост ценности, и вы тогда сможете уже продавать. Ну, плюс, конечно, важно будет выяснить по цене, это важно для клиента или нет. Но обычно это всегда уже последний такой вопрос. Ну и в самом деле такой лайфхак. Вы обнаружите, что когда вы продаете дорогой товар, вы можете отрабатывать ровно столько же возражений, если вы продаете дешевый товар. Так зачем, во-первых, в пустую тарасить свои силы? А во-вторых, когда вы не можете продать товар, либо сталкивается с какими-то возражениями, всегда надо клиенту предлагать более дорогой товар. Это кажется немного нелогичным, но когда вы акцентируете внимание еще на более дорогом товаре, начинаете его продавать, когда клиент вам какие-то дают возражения, то всегда это работает в плюс. То есть клиент либо купит первый, потому что по сравнению с более дорогим, он будет уже не таким дорогим, либо он подумает и вернется к вам снова. Ну или вы ничего не продадите, но тогда попрактикуйтесь. Ну и в самом деле, многие клиенты просто осторожничают, потому что, скорее всего, у них был какой-то негативный опыт покупки, они где-то обожглись, и они думают уже не о цене, а о товаре. То есть боятся ошибиться, купить не то, что им понравится, либо чтобы они не жалели о покупке, тогда у них могут возникнуть какие-то сомнения. Тогда просто, если у них сомнения, вы продаете более дорогой товар, ведете клиента на более высокий чек и закрываете все его возражения. И потом вот в этом этапе, когда вы дойдете до пики, вы сможете определить, реально ли было возражение по цене клиента, или это просто такая была отговорка. Ну и маленький такой лайфхак, что покупатель никогда не является причиной проблемы, что чаще всего эта сложность возникает у продавца, который не может закрыть сделку, либо мешает клиенту купить. Подумайте об этом.